На сегодняшний день одна из наиболее пострадавших от июльских ураганов областей Беларуси – Гомельская. Именно туда, для помощи в уборке бурелома, направлены работники из практически всех лесхозов страны, в том числе и Полоцкого. Работают над устранением последствий стихии в целом по всей стране. Бельское лесничество, к примеру, справляется самостоятельно. Бригада из восьми человек занимается разбором ветровалов. Территория не маленькая – 17 гектаров, а это 3600 кубометров леса. Разработку ведет Харвестер, потому что здесь ветровал, люди здесь зайти не могут, не видно ничего, где камель, где макушка, все, скажем так, закрыто ветвями. Поэтому разработку производят для обеспечения безопасности людей. А после того, как уже Харвестер разработал ветровал, приходят сюда люди, приходит сюда техника, которая работает на вывозке этой заготовленной древесины. Древесины убираются, порубочные остатки тоже убираются, слаживаются, оккультуриваются. Ветровалы необходимо разбирать с особой аккуратностью. Работники лесничества делают это с помощью специализированной техники. По оценкам специалистов, для устранения последствий июльской стихии понадобится еще несколько недель. А сейчас основная задача не только разобрать бурелом, но и реализовать древесину. К слову, с последним проблем не возникает. Заводы у нас работают хорошо. Реализация древесины есть куда реализовывать. Помимо этого, у нас есть в прелисходе свой деревообрабатывающий цех, куда мы эту древесину отправляем. Реализуем население. Здесь же на месте надо деловая, надо дрова. Как бы со сбытом древесины вопросов нет. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил до 1 ноября завершить работы по сплошным санитарным рубкам. А до конца года должны быть завершены все работы по выборочным санитарным рубкам. Там, где речь о единичных поваленных деревьях. Чтобы выполнить поставленную задачу в поставленный срок, лесники трудятся ежедневно с утра до вечера. А мы продолжим следить за ситуацией. Елизавета Борбат, Евгения Гончаренко и Сергей Пальцев. Телеканал «Звезда».